я живу на чистых прудах уже много лет больше часть своей жизни можно сказать живу на чистых прудах для меня это родное место я помню когда на чистых прудах был еще желтаранг которую мы называли джангом индийский ресторан стоявший на месте вот этого теперь оздоровительного комплекса рядом была кафешка такая в которую можно было зайти там за есть какие-то самосы там собирались такие всякие рокеры и разные прочие неформалы поэты художники можно было встретить самых разных людей поэтому для меня чистые пруды вот это вот именно это место которое сейчас для молодого поколения является местом такого окупай абай всегда было с юных лет местом такой тусовки и ничего страшного в том что там собираются люди я не вижу я помню чистые пруды в разных состояниях в разных форматах когда сломали желтаранг то там долго на его месте там что-то было строили потом построили вот этот вот огромный фитнес-центр напротив которого сейчас находится этот вот лагерь для очень буржуйской клиентуры наши родные чистые пруды перестали быть местом где можно было спокойно гулять несколько лет назад я подошел к этому большому центру просто вечером с товарищем и там стояли что-то разговаривали и вы вдруг выходит охранник говорит вы не можете тут стоять почему не могу это мои чистые пруды нет вы не можете тут стоять но я вас очень прошу он узнал меня тогда я уже был телеведущим если они в телеведущем конечно более жестко разговаривал бы наверно вот тут вот очень просит хозяин чтобы не стали хозяин у моих чисто прудов какой-то хозяин у наших московских чистых прудов подумал я тогда я сказал я тут буду стоять можешь вызывать омон этом мой город это мой бульвар это мои чистые пруды мне все равно какой буржуй за какие взятки купил тут нечто к чему мы теперь не можем подойти здесь не может быть private territory здесь публичное пространство свободное пространство очень раздражали на чист прудах готы и разного рода молодежь которая там пила пиво бросала окурки оставляла всякую ерунду всякую хрень и в общем несколько лет подряд по чистым прудам от горибоеда вот до вот этого буржуйского здания пройти было просто невозможно все это меня очень возмущало всегда потому что мне казалось что это нереально это невозможно в этом месте не может быть территории куда мы москвичи не можем зайти где мы не можем гулять в этом месте на этих прудах может быть только исторически красивое здание каким был тот старый разрушенный желтаран который на мой взгляд лично был памятником архитектуры на который был беспощадно снесен в 90-е годы и с другой стороны были вот эти годы какие-то новые хиппи я не знаю кто это которые оставляли после себя горы посуды бутылок окурков и усталые киргизы под утро обходя пьяных валяющихся людей подметали огромные горы буквально вчера ночью мы пошли посмотреть это наш обычный маршрут мы там гуляем просто я увидел что они чистые этот бульвар он чистый там не было ни одного окурка на этом бульваре более того люди вот это вот правит территории которую так буржуазии новая российская заявляла как свое она тоже стала публичной я увидел от этой акции на чистый прудов чисто формально не вникая в ее содержание два огромных плюса во первых бульвары стали публичными такими как они должны быть москвичи отстояли свое право гулять по бульварам мне все равно каких политических взглядов эти москвичи я считаю что город должен принадлежать горожанам прежде всего не буржуям которые оккупировали его с помощью своих денег и инвестиционных возможностей а также коррупционных способов скупки недвижимости территории жилья и так далее не маргиналам которые сознательно опускаются в социальные низы я их за это не осуждаю потому что я очень хорошо знал эту среду в молодости горожанам самым разным горожанам левым правым который за власть или против власти которые артистично настроены или которые банковские работники горожанам само мироощущение понятия горожанина это очень важно